всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 28 февраля 8 часов утра через один день вот завтра пройдет день и наступит весна у нас в алтайском крае хочу показать вам перед тем как рассказать про томаты хочу показать вам как у нас выглядит весна у нас всю ночь сегодня был буран дом аж тресся вот от этого от порыва фетра снег все теплицы опять снегом завалила залепила вот так у нас весна выглядит даже не похоже что март через два дня но это неважно как выглядит на улице у нас как природа погода томаты то все равно растут и я хочу вам показать что я делаю с томатами со своими после пикировки но когда в комментариях и вот недавно прочитала что как вы можете вырастить такое количество некоторые люди удивляются а я всегда объясняю главное правильно посеять и дальше они растут сами и самое сложное распекировать распекировать потому что это просто по времени очень долго занимает надо дырочки в стаканчиках сделать этикетки написать каждую разложить по отдельному стакану а дальше у них все идет но как по их обычному сценарию они ведь растут сами и вот какой уход нужен томатам после пикировки я сейчас вам покажу свои томаты вот эти томаты у меня которые я посеяла для супер раннего урожая для выращивания в теплице с двойным обогревом это экспериментальный посев ранний и они конечно уже все у меня распекированы вот это вот которые детерминатные толстоногие вот так сейчас выглядят а вот так вот выглядят те которые в эту же теплицу но на неделю позже посеяны потому что они высокорослые чтобы они сильно не вытягивались вот здесь и чудо земли и ботяне и все остальные они выглядят вот так и видно что после пикировки я их ни разу не трогала грунт видите вот из-за применения золы выступает вот вот такая вот белизна когда короче грунт мокрый высыхает там где зола и она все равно дает такой белесый налет сейчас я вам покажу что я делаю после пикировки это единственное что я делаю можно сказать у меня просто дежурный уход за томатами никаких подкормок им не будет ничего я просто элементарно рыхлю землю рыхлю землю также как я рыхлила раньше в лоточках но в лоточках рыхлить конечно проще потому что там все-таки бороздки как же рыхлить здесь здесь конечно неудобно я беру вот такую вот прям отверточку вот ей же я делаю дырки в стаканчиках вот смотрите если семидолька уже желтенькая то во время первого или второго рыхления я ее убираю потому что здесь я потом немножко буду подсыпать еще грунта и она у меня уйдет как бы в закупку рыхлю просто по кругу но неудобно одной рукой ой сейчас подождите вот так вот мы выполнили вот так вот в круговую просто рыхлю не намного вам за ю отвертку всего на один полтора сантиметра чтобы не повредить корни вот так вот прорыхлю по влажному грунту но не в день полива например смотрите вчера полила сегодня иду рыхлить если вижу сегодня что грунт очень влажный и как бы еще вязкий то не рыхлю оставляю на завтра все что у меня получают томаты после пикировки это рыхление но рыхление это очень важно во первых здесь корка не образовывается не засыхает воздух туда проходит во вторых весь избыток влаги который не нужен там который не должен там оставаться он быстро улетучивается испаряется она получается как полувлажная вот здесь так сейчас подожди если семидоли еще хорошо выглядят я их не трогаю но они со временем когда нарастает много вот здесь листьев зеленых они со временем все равно пожелтеют и отомрут так сейчас посмотрим вот смотрите эти были посеяны 23 10 я их распекировала значит им они уже просидели здесь 10 ну две недельки больше двух недель и смотрите уже видно результаты пикировки алиса достала опять заговорила вот эти корешки эти томаты будут находиться здесь пока корни не освоят весь вот этот грунт и не будут по всему периметру стаканчика белые корни тогда я буду делать перевалку в стакан 0 5 все и главное я рассказала